Тенденции последних лет говорят о том, что люди меньше считают. Вот о том, почему меньше считают и правда ли это вообще, мы сегодня поговорим с председателем Союза писателей России, лауреатом множества литературных премий, автором более 20 книг, Николаем Федоровичем Ивановым. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, обещал, что умных вопросов задавать не буду. Программа у нас информационно-развлекательная. Ну, уже ошиблись. Первый вопрос. Уже ошиблись. Более 30 книг. Более 30 книг. А слово множество, это оно немножко все-таки меньше. Ага, все, понял. Более 30 книг. Это существенное количество. Первый вопрос. Цель визита в Республику Молдова. Вы знаете, было приглашение, на которое я не смог отказаться. Я благодарю тех, кто пригласил меня в Республику, потому что мы сейчас, у нас есть тенденция в Союзе писателей России налаживать связи те, которые, ну, по известной причине, прервались. Вы знаете, Екатерина как-то, когда заходила в тупик, в решении какого-то вопроса, она говорила, надо посмотреть у Петра Алексеевича. Наверняка он об этом думал. Мы посмотрели, чем занимался Союз писателей СССР. Конечно же, были обширнейшие связи между писателями республик. И та проза, та поэзия, которая исходила из Кишинева, из Молдавии, Молдовы, она была приятна слуху по звучанию. Она была дружественной. Она была в контексте всей советской литературы. Поэтому я сейчас уже побывал в Латвии. У нас оказалось в Латвии 31 членов из записателей России. У нас очень сильное отделение в Эстонии, которое никогда не прекращало свою работу. То есть теперь будем развивать и в Молдове? Вы знаете, я бы не сказал, что развивать. Развивать отношения. Потому что писатели были. Писатели писали на своем языке, на русском языке, как они привыкли писать. Я приехал представиться. Я приехал познакомиться. Я приехал наметить какие-то контакты, которые мы можем совместно осуществлять. И сказать, да, Союз писателей России с вами, а вы с нами. Вот вы так немножко сделали мне замечание на тему слова «множество». И ваша цитата. Ответственным должен быть писатель буквально за каждое слово. Почему так важно? Ведь люди сейчас меньше читают. Молодежь меньше обращает внимание на какие-то детали и тонкости слова в том числе. Понимаете, понятие «меньше читают». Вот если в каком контексте, и вырваны из контекста, да, если до революции 17-го года считалось, что человек читает за жизнь, прочитывает 30 грамотных, 50 книг всего, да, то сейчас эта цифра колеблется 3000 книг, да, за свою жизнь. Поэтому множество... Точность слова... Я сам журналист. И меня в журналистике приучили. Если ты говоришь, ты отвечай, пожалуйста, за это. И поэтому я этот принцип исповедую и в литературе, и лично я пытаюсь добывать материал. Не сидя на спине, глядя в потолок, придумывать сюжеты, да, а все-таки добывать материал эксклюзивный, материал, который интересен. Я хочу, чтобы в моих книгах и в книгах моих товарищей, если люди что-то прочли, они подчеркнули что-то новое для себя, совершенно неожиданно, начиная от рецепта на кухне и заканчивая способами выживания в экстремальной ситуации. Но важно, чтобы это был абсолютно проверенный рецепт, если мы говорим о кухне. И ответственности за каждое слово. Здесь я бы мог кивнуть и сказать «да», поскольку я гость, да, но я остаюсь верным принципам тому, что все-таки точность. В некоторых книгах, например, в книгах об Афганистане, когда я описывал действия маджахедов, у меня был способ приготовления взрывных устройств. Вода, мыло, селитра и другое. Ну тут, наверное, уже не стоит быть абсолютно точно. Вот здесь я сделал и написал такой рецепт, который никогда ничего не изготовится. Ну и слава богу. Хочется вот еще о чем спросить. Вы говорите о том, что журналист должен все изведать на своей шкуре. Я знаю, что у вас была такая очень, может быть, не самая приятная для воспоминаний глава жизни. Это ваш плен. Это как-то сказалось на том, как вы после этого начали подходить к происходящему, к написанию и так далее? Когда я вышел из плена и написал книгу, и через полгода мне раздался звонок телефонный ночью. Я встал, мне спрашивают, это Иванов? Я говорю, да. Вот я боксер, охранник, который хотел отрезать вам уши. Для меня это было немножко странно. Я звоню из Грозного. Особенно в контексте ночного звонка? Наверное, да. Нет, я сразу подобрался. Эти ситуации, они сразу бодрят. Он говорит, вы знаете, я нашел вашу книгу, которую вы написали о плене. И я хочу извиниться перед вами, перед вашими родными. Потому что я думал, что вы напишете себя таким и таким героем. Мы будем растерты в пыль и грязь. А вы постарались все-таки взглянуть на ситуацию немножко не то что со стороны, а изнутри. И мы не нашли здесь ничего обидного для чеченского народа. Вот поэтому я извиняюсь. Поэтому для меня очень важно писать такие книги, которые не то что воспитывают, а которые не сеют вражду. И, наверное, где-то трогают. Потому что я уверен, для этого человека, который вас набрал тогда ночью, это, несомненно, было очень трогательно. Я думаю, не, ну а как еще? Эмоции, понимаете? Книга, книга это эмоции. Сюжет, сюжет. Писатель, когда начинает работать над книгой, лично я, извините, что на себя показываю, но это личный опыт, за который я отвечаю. Я сначала ищу тональность книги. Сначала тональность. А потом уже о чем будет сюжет развяться. Вот о чем еще хочется спросить. Есть такая фраза, которая принадлежит одному из классиков. Поэт в России больше, чем поэт. Было довольно давно. Поэт в России сейчас. Это как? Какой он? Когда мы готовили съезд, 15-е съезд у записателя России, это было в феврале этого года, и я попросил, затребовал из своих организаций дать сведения, что мы с тебя представляем. Численный состав, мужчин и женщин, работа в жанре. И я очень порадовался, я одной цифре очень расстроился, второй цифре очень порадовался. Я расстроился тому, что... Количество мужчин обрадовались количеством женщин? Мужчин, естественно, больше. Мужчин где-то у нас 65%, женщин поменьше, да. Я не порадовался тому, что у нас всего 4% писателей моложе 32 лет. Но я порадовался тому, что Россия поэтическая страна. В России 67% поэтов из числа писателей. Поэтому мне иной раз кажется, что вот что поэт скажет, то и будет в стране. Вот как поэт определит норму нашего нравственной высоты, да, так и будет. Поэтому к поэтам внимание очень высокое. И я, например, констатирую, что поэты посильнее сейчас, чем прозаики в России. Это первое. И второе, есть такая еще фраза, кроме этого Ептушенко, кроме фразы другая, что... А вы знаете, из какого ссора растут стихи? Стихи растут только из любви. Не из ссоры, из любви. Из любви к отечеству, из любви к ближнему, из любви к человеку, о котором пишешь. Золотой век российской поэзии снова будет или нет? Вот таким вопросом я хочу, наверное, закончить нашу с вами беседу. А вот это уже оглядка на нашу молодежь, которую мы очень активно привлекаем соцписателей. Мы создали Союз молодых литераторов, 32 отделения уже по всей России. Молодежь идет активная, молодежь умница, они прекрасны, они настырные. Я влюблен в них, они рвут подметки, они готовы рвать по стромке, и у них очень многое получается. Я верю, что вот приходит молодежь, она очень сильно хорошая, и мы еще будем вспоминать их имена. Может быть, не наши переходные к какой-то период, а их имена мы будем вспоминать. Ну что ж, вам огромное спасибо за то, что вы приехали к нам в страну, за то, что налаживаете связи между поэтами и писателями разных стран. А за это вам огромное спасибо, и, конечно же, приятных впечатлений от нашей страны. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, у нас в гостях был председатель Союза писателей России Николай Федорович Иванов. А мы пока продолжаем наше утро.